Ну что, дорогие зрители, всем добрый вечер. Студия StarLadder и Алисамия Лебедь. Запускаем Воргена, в общем. То есть, да, про предыдущую игру очень много хочется отметить. Ну, понятно, что обыгрывал патронов, то есть не оставил патронов в предыдущей игре, играл только ТТК Камбы, понятно, что там патроны можно элементарно зачистить через Аукинайку, цох через Лайтбомбы, но все-таки не смог ЗОТК-шить, хотя абсолютно правильно играл Крейн, к сожалению, не смог ЗОТК-шить у нас в последней игре, добить вот третью решающую, повел 2-0, а затем ЗТЛОТ откомбетчил 3 игры. Очень крутая игра от ЗТЛОТа. Как результат, он у нас в гранд-финале, а у нас продолжение. Играет СуперДжиДжей против Лайфкоуча. И тут как-то неожиданно мы врываемся на целый четвертый кристаллманный для Разбойницы. И у Разбойницы неплохая доминация, но при всем этом у Лайфкоуча есть Харрисон Джонс, есть Добор Кард Древа Мудрости, есть Доктор Бум. Давайте смотреть, как будет решать проблему стола сейчас Лайфкоуч, потому что в идеале училку нельзя оставлять. Но забрать он ее не может, разве что, конечно, прожимать обилку и все отдавать, но это тоже нерационально. Так что может быть размен ученика, обилка, второго забрать. Да, давайте смотреть, уже возвращаться в эту игру. Рога против Друида. Что у нас есть у Лайфкоуча? У Лайфкоуча нету свайпа, нет возможности почистить этот стол. Харрисон на пустой выдавать точно не хочется. Против Разбойницы. Но я думаю, что сейчас будет просто агент 1-4 зачищать ученика. С лица будет добираться второй ученик. Ну а учительницу придется тогда игнорить. Но игнорить учительницу против Роги это может быть наказуемо. Не факт, что тебе потом зайдет чем зачистить. Потом у тебя есть еще и Доктор Бум или Древо. В идеале, конечно, ставить Бума и надеяться, что там не будет ошеломления. Но это слишком ненадежно. Действительно, иногда бывает момент, что училку зачистить очень и очень сложно. Это один из них. Да, можно было бы сейчас отдать все и ударить лицом, отдать и тени агента в училку. Но это очень затратно. И это еще и потеря тени, что тебя тоже не особо устраивает. Ну и я не думаю, что есть смысл сейчас выставлять Лодхеба. Потому что все равно на седьмой кристалл Друид будет прожимать. Ну, как бы выставлять один из седьмых дропов. Это будет или Бум, или Лор. Поэтому мне Азур Дрейк вот в этот ход нравится чуть больше. Но вообще играется масло. Очень агрессивно сейчас пошел Супер Джей Джей. Есть шанс того, что масло упадет на одного из двух учеников. Ну и теперь для Лайфкоча открыт просто шикарный ход. Лицом добираешь ученика 4-1 и Харрисон Джонс забирает, да. Очень крутой ход для Лайфкоча. Или же Харрисона посмотреть, может быть, зайдет Гнев или Живые Корни забрать ученика. Да, безусловно. Вначале идет дроп, потом уже идет размен. Ну, мне кажется, Супер Джей Джей немного рискнул в этой ситуации. По-моему, Азур Дрейк выглядел посильнее. Как показал этот парень, он умеет рисковать. И риск в его случае оправдан. Очень часто оправдан. Так что все правильно сделал. Это не в том плане, что это была ошибка от Супер Джей. Ни в коем случае. Просто, как по мне, нужно было сыграть чуть более с его. Но, опять же, не мне судить Супер Джей. Ему точно виднее. Ну и что, здесь... Удар в спину, размен учеником Харрисона. Да, удар в спину, размен учеником. Еще один ученик приходит на стол. Слушай, невероятно продуктивно работают эти мелкие ученики. Сколько они уже грязи натворили. Со сколькими существами они разменялись и доразменялись. А тут и Слизнюк, и Харрисон, и Слизень. И Харрисон в колоде у Лайфкоча. Прям интересная редакция. Ну и вот теперь в чем проблема. Если ты играешь свайп в Азур Дрейка, и там тень, например, добираешь училку, то ты не можешь поставить никакой седьмой дроп. Возможно... С другой стороны, еще ставить какую-то из семерок. Но если ставить семерку, то это только бум. Ни в коем случае не лора. Иначе он очень изи трейдится. С другой стороны, лор дает тебе возможность собрать комбу. А комба вместе с тенью, которая уже на следующий ход будет 6-6, это 14 плюс 8. Соответственно, это 24 единицы урона. Если там нету лодхиба или хила, то ты выиграл игру. А там есть и хил в колоде, и лодхиб, поэтому вряд ли будет так рисковать у нас Лайфкоч. Ну вот посмотрим, Лайфкоч обычно играет более стабильные варианты отыгрывать. Да, так и играет Лайфкоч. То есть здесь лор выглядел несколько нагловато, что ли. Ну, ход через лора был слабее. Ну и что, теперь нужно зачищать бума. Есть бэкстеп на тройку, плюс агент. Можно добирать... Да, добирать бума. Вероятнее всего это будет клинок. Яд, который... Хотя, нет, ну просто агент будет забирать шейду. И просто Ван Клифф. Ван Клифф будет через юнитов играть против Друля. Да, ну логично сейчас очень играет Супер Джейджей. Нечем Друиду забирать стол. Зачастую, как побеждается Друид, у него нету хороших ремувелов. Потому что и свайп, и гнев это очень слабые зачистки. На них приходится давать слишком многое. Ну и как теперь действовать? Лор на Дро через рев сыграть. Ну как бы да, стол можно зачистить. Окей, ты можешь дать и рев и свайп отконтролить весь стол. Но это слишком пассивно. Лицом по Ван Клиффу, бомбой на три по агенту после того, как дал свайп по Ван Клиффу. Может быть древо на добор посмотреть, что зайдет. Вдруг зайдет какие-нибудь опять те же живые корни или гнев. А твой оппонент, вероятнее всего, идет в размен с древом. И ты просто Ван Клиффа 6-1 разменяешь. Не знаю, посмотрим. Ну просто через руль, если меняться, то можно дать свайп по Ван Клиффу. Лицом добрать агента. Всего лишь три единицы урона получить. Да, но это очень пассивно. А если ты не изучаешь Ван Клиффа, ты можешь быть за это наказан. И что сейчас? Пойдет свайп. Оу! Только на один попадает. И все равно Лайф Котч таки отдал размах. Все-таки мисплейнул он здесь. Он это понимает. Я вижу. Ах, Лайф Котч! Недоволен, недоволен Лайф Котч. Он там горит, не на шутку. Ну, на самом деле, очень неудачно попадает бомба. Сейчас Ван Клифф может пойти в... Вот интересно, пойдет сейчас Ван Клиффом в трейд? Или просто все сыграет нагло в лицо после Лотхеба? Ты понимаешь, там даже неудачно бомба попала. У него не хватило времени. Он не успел посмотреть, насколько попала бомба. И доразменялся. То есть, ну, в этом не было смысла, если бы... Ему просто не хватило времени оценить последствия своего хода. И он закончил ход уже неправильно. Ну, смотри, здесь Кипер, Узя можно... Да, то есть Кипер, Узи и лицом добить... Ну, здесь можно вычистить абсолютно весь стол. Думаю, так и будет играть. Или все-таки через стенку. Вот будет добирать лицом 3-1 или нет? Ну, это опасно. То есть, если ты добираешь... Если ты ставишь стенку 4-6, ты тогда оставляешь один заряд оружия. Если ты играешь через обилку, ты тогда... Получаешь 3 урона. Да, ты получаешь 3 урона и остаешься без стенки. Но стенку можно сапнуть, и в результате тебе все равно этот шуруп проедется по лицу. Интересно, как сейчас будет играть лайфкоч. Ну, вот предыдущий ход... Можно было принять просто 3 гарантированных урона лицом и больше не париться и зачистить весь стол. Да, все-таки идет сейчас зачистка стола. Узя появляются на борде. Лор идет вразмен с Лотхебом. 7 единиц здоровья всего лишь у лайфкоча. А вот и ошеломление. Да, кстати, вот и ошеломление. Ну, клинок в руки, в лицо, наверное. Да, вариантов больше нет. Надо топдекать. А что по урону у лайфкоча? Есть 5 на столе, плюс друид, это еще 4, это 9, плюс 8, это 17 через урор, 18 за способности героя. Этого недостаточно. Долетало. Пока. Но через ход этого будет достаточно. Я думаю, что сейчас просто все выкинет на стол лайфкоч и друида в рывок. И опытного охотника? Я думаю, что чуть Саевовия сыграет лайфкоч, например, поставит друида в таунт, а БГХ пойдет на стол. А может, одно существо стоит сохранить, чтобы, если будет шквал, ты потом мог камбэкнуться хоть как-то по столу? Ну вот интересно, как сейчас будет играть лайфкоч, потому что ты можешь оставить 3 офф Рогу. Думает, сапать или нет. Да, Супер Джи Джей сапает кипера, но здесь через урор не было летау, но был летал через камбу. Именно поэтому идет сап. И тут второй кипер. Я вижу, что-то Супер Джи Джей дико улыбается. По-моему, впервые за все 2 дня у него такая широкая улыбка на лице. Да, но камбы здесь нет. То есть летала на руках нет, и даже если бы кипер стоял на столе, летала не было бы через то, что есть на руках. Вот интересно, как сейчас будет выходить друид. Сыграет нагло и агрессивно лайфкоч, или все-таки сыграет, учитывая, что только что вышел сап, сыграет стабильно через стенку? Мне ход со стенкой после того, как вышел сап, нравится больше. Посмотрим, как играет лайфкоч. И будет ли он прожимать способность героя, или пойдет кипер? Опять же, вот такие моменты... Как по мне, тут самый стабильный ход это друид в таун, багаха на стол и способность героя. Потому что ты все-таки будешь... Лишний один армор лишним точно не будет, особенно против разбойницы. Ну такой самый сейвовый ход выбирает сейчас лайфкоч, и на следующий через рор сетапит себе летал. Тут будет 11 плюс 8, это 19, плюс способность героя, это 20 единиц урона. Ну и все, эта игра хороша. Причем победка за друидом. Давай попробуем оценить с тобой противостояние разбойницы против друидов. Ну вот тут, я не знаю, с каким, вот мы, кстати, застал довольно любопытный спор между двумя игроками, которые принимали участие на зимнем мейджоре. Ну, как бы на отборах на зимний мейджор. Это наши ребята с ХСКП, да? Которые играли. Который проходил у нас в Киев-Киберспорт-арене, вот отборы. И ребята вот спорили, за кем матчап, потому что, ну, как бы раньше считалось, что Рога неприятный матчап для друида. Сейчас в современной мете я бы не назвал Рогу неприятным матчапом для друида. То есть, ну, по винрейту, например, там своему на друиде у меня, наоборот, больше побед над разбойницами. Как по мне, все-таки это матчап 50 на 50, потому что, с одной стороны, Рога может классно проспамить стол, у друида мало ответок, у друида мало зачисток. С другой стороны, если друид играет хорошо в монокривую, да, у Роги больше ответок, больше зачисток, но их все равно не хватает на все существа друида. То есть, плюс Рога зачастую не находится в ренже там 30 здоровья. У нее там зачастую около 18-20, потому что все равно друид успевает ее хоть немного пробивать, и дальше ее комба зачастую леталит. Поэтому, ну, все зависит от захода. Я бы лично, могу быть не прав, но вот я лично давал бы 50 на 50 и говорил о том, что все зависит от захода. Ну и, конечно, еще от игрока, наверное. Не, ну, конечно, безусловно, ну, то есть, скилл учитывается. Но вот я говорю о том, что если играют два абсолютно равных оппонента, то, как по мне, 50 на 50 зависит больше от захода. Хотя, я думаю, что найдутся те, кто скажет, что Рога фаворит в этом матчапе. А кто-то скажет друид. Друид. Ну, то есть, это точно не какой-то там однозначный матчап, там, по типу Зулок друид, или там, по типу Фризмак контроль вар. Знаешь, мы уже видели однозначные матчапы хендлок против приста, и Zetalot сломал просто систему. Да, кстати, хендлок против приста тоже в сторону хенда всегда считался матчап. Ну, вот, просто все вот эти шаблоны, вот, например, там, хендлок против приста однозначно матча в пользу хендлока. Опять же, современные присты играют с элементами ОТК, как это использует Zetalot. То есть, там, два флешхела, два светонару. И хенд-хенд зачастую как раз сидит там в районе, там, 13-20 здоровья. Соответственно, тебе очень тяжело не подставиться под это ОТК. Поэтому, ну, тут все очень спорно и неоднозначно. И, кстати, Супер Джей Джей меняет сейчас свою Ойл Рогу на, насколько я понимаю, это не Малигос Рога. Это все-таки, это все-таки Рога, то есть, такая, не знаю, можно ли ее назвать Миракл, но... Масло Миракл. То есть, да, как бы, то есть, играется один Ойл, играется один... Гоблин? Да, играется один Гоблин, Таурисан, это все удешевляется, плюс Расхитлий Гробниц дает тебе монетки под Гоблина. И ты в результате это все крутишь, просто... Скажем так, эта разбойница на оружейном механомасле просто перециклит она колоду немного по-другому, через Гоблина и через заклинание. Хотя, возможно, это и Мали Рога, почему нет? Ну, я предлагаю смотреть, потому что раз на раз не приходится. Посмотрим, но мы пока не видели Нишивов. Что-то специфического. Что-то специфического. Пока не видели. Что круто для Лайфкоча, у него стоит на столе Таурисан два хода, и сейчас можно через Нервейд поставить Лора, который дровнет две карты, и это все удешевить. Или можно через Нервейд сыграть Бума. Посмотрим, как отыграет Лайфкоч. Ну, Лазурка просто выглядит достаточно слабенько. Возможно, Древо именно тот вариант, который нужен, потому что Таурисану дешевит, и на пятый ты Бума поставишь. Просто огромный плюс Лазурки, что Лазурка и Нервейд, и враз в Расхитлях Громниц. Вот это ход, ну, просто шикарный. Но, с другой стороны, ты перебираешь только одну карту. И Таурисан не такой продуктивный, который мог бы быть после Древа Мудрости в Забор. Все-таки никакого Йола Лайфкоч играет очень надежно. Сейвит Таурисан. Да, да, да. То есть никаких там Йола Ходов, никакого Йола Бума, никакого Йола Лора. Все-таки это не ладер, это турнир, и хочется отыграть на 100%. Поэтому Азур Дрейк и Нервейд в Расхитлях на 4, в отличный ход, так и действует Лайфкоч. Ну, у нас Лайфкоч еще идет очень уверенно первую игру, я вижу, что он настроен на победу во второй игре. Ну, классно, Древо за 5, Бум за 5, почему бы и не побеждать? Ну, это жесть, это Таурисан стоит третий ход для Друида, ну, это все. Ну, на самом деле, сейчас Азур Дрейк меняет Азур Дрейка. Таурисан и еще один ход стоит. Да, Таурисан и еще один ход стоит. Ну, вот были бы сейчас какие-нибудь пни, пеньки за 3, это все. Да и так очень дорогие существа попали под удешевление. Все лоры теперь по 4, тут непонятно, как из этого будет выбираться, из этой ситуации, Супер Джей Джей. На каждом Древе сэкономлено 3 единицы маны, на каждом. Да. Бум за 5. Ну, я вообще не представляю, как из этой ситуации будет выпутываться. Да, Супер Джей Джей принимает абсолютно правильное решение, то есть здесь Консид, ну, очень круто зашло Лайфкочу. Ну, Лайфкоч оценил, Супер Джей Джей тоже оценил, решил просто не трепать себе нервы, сдался и идет дальше. Так что мы продолжаем смотреть Лайфкоч на Друиде, а вот Супер Джей Джей свапнет колоду, не свапнет колоду. Ну, посмотрим. Будем наблюдать. Потому что, я так понимаю, у него одна классическая ойл-рога, а вторая ойл-рога с вот таким вот интересным механизмом добора через гоблинов-аукционистов. Ее, наверное, можно называть Миракл-рогой, просто, ну... Ну, Миракл строился на переборе колоды и финишеров через Лероя. Да, да, ну, как бы это скорее какая-то такая... То есть, не знаю, как Супер Джей сам называет эту колоду и как она ее классифицирует. Просто здесь ее можно называть Мираклом, если там есть вот эта вот комба, там популярная в Ладере с пиратами, с манипуляторами, тогда это Миракл. Если это просто ойл-рога с гоблином, то тогда это просто ойл-рога, не знаю, с элементами Миракла, как бы это глупо не звучало. Я предлагаю назвать это другим архетипом масла-роги, потому что масло там в любом случае есть. Вот такая вот я хитраю. Кстати, не факт. Если там играется пират... То ты думаешь, маслица нет? Там может не быть масла, там могут быть эти колдблады, которые добавляют два алиска, B4. Вообще коварные. Это то заклинание, которое очень сильно любил Эрдию на своих агроразбойницах под колдбладами. Ой, точно. У Эрдию вот эти вот фейс-роги. Да-да-да, я помню. Это такое зло. От нее... Да, да-да-да. Были турниры. Это достаточно давно было. Это очень олдскульные турниры. Ставь плюс, если помнишь эти турниры. Ира Эрдию на агроразбойнице. Эрдию вообще, по-моему, один из первых людей, если вообще не первый, который начал использовать этот агророгу, фейс-рогу. Он не стеснялся на турнирах агроколод. Это один из немногих, кто чихать хотел на то, что про него думают. Он хочет играть, берет. Играет. От него горит, но что, бывает. Ну и смотри, к сожалению, нету седьмого хода у друида. Как бы сейчас круто, он залетел через два энервейта. Просто великолепно смотрелось бы. Тут опытный охотник, правда, он поймает сразу же у нас удар в спину. Да, БГХ очень слабо выглядит против Роги. Ну и сейчас даже агент ШРУ в лицо на два. Просто для того, чтобы подержать стол. Чем будет отвечать? Нужен топдек хороший. Это точно не то, что сейчас нужно лайфкочу. Разгонки есть? Ну, наверное, кипер на две единицы урона в агента энервейт добрать лицом. Но это хоть какой-то ход. Ну, ты хотя бы получаешь существо 2-4 на столе. Зачищаешь стол оппонента. Ну, сейчас играть в World Grows, опять же, бесполезно. У тебя есть два энервейта в руках. Ну, если ты не смог реализовать эти энервейты раньше, то их нужно хотя бы уносить в добор стола. Ну, давать им хоть какое-то применение. Иначе они у тебя будут валяться до конца игры. Их, по сути, нужно, если у тебя не получается реализовать на что-то тяжелое, их нужно реализовывать на то, чтобы сильно не потерять стол. В нашем случае, возможно, действительно киперозорение обилка, чтобы забрать агента Шру. Безусловно. Ну, давайте смотреть, как будет играть лайфкоч. Думай, думай, лайфкоч. Классический фитиль гейминг. И это таки Wild Grows. Он все-таки знает, что ему придет, поэтому играется буйный рост. Давай вернемся к невероятно забавной ситуации. Монетка буйный рост, озарение буйный рост. При этом полное отсутствие четвертых дров на росте. Да, при этом вообще полное отсутствие стати шив. Да, это или мали рога, учитывая шив. Или такие рога с манипулятором и пиратом. То есть все это точно не ойл рога. Вот сейчас любопытно, что именно использует Супер Джей Джей. А почему он не ударил и не свапнул оружие? Обыгрывает Харрисона? Возможно, возможно. Не реализовал два кристалла маны. Свободная мана была. Интересно. Вот видно, что Супер Джей Джей, когда готовился к турниру, судя по всему, он смотрел матч лайфкоча. Он знает про Харрисона в его колоде. И, видимо, знает и про Слизнюка. Но Харрисона он уже увидел, а вот Слизень пока для него, по-моему, сюрприз. Тут еще в чем дело. Супер Джей Джей очень сейчас сильно обыгрывает вот этот момент с Харрисоном. Потому что, во-первых, это дрог карта. Во-вторых, он не хочет показывать, что он не ойл рога. Потому что лайфкоч пока что-то в предыдущей игре вообще не понял. То есть он увидел классического растительного гробниц. Его играет и в ойл роге. Вот в чем дело. То есть тут Супер Джей Джей имеет преимущество в том плане, что может удивить своего оппонента. И вот теперь, увидев Императора, лайфкоч понимает, что это не ойл рога. Ну и Императора нужно чистить. Ну а тут, кстати, наконец-то хороший заход в виде Доктора Бума. Правда, это у Рисан. Ну, Доктор Бум, Двойнер Вейта, свайп. Ну а зачем беречь Двойнер Вейта? Ну вот лайфкоч уже дотянул с ними до седьмого хода. А, ну вообще да. На что он еще пустит? То есть, ну когда их разыграть? На десятый? Ну, можно ударить свайп, зачистить лицом. Но это опять очень пассивно. Не, надо Бума выпускать. И после Бума, возможно, озарение и размах являются хорошим ходом. Ну, посмотрим, как отыграет лайфкоч. Ну, мне Бум 2, и Нер Вейта, и свайп, как бы здесь, ну, по идее, нравится. Да, ты теряешь киперы, но это хотя бы активный ход. Иначе ты передаешь вообще всю инициативу в руки своего оппонента. Да, так и играет лайфкоч. Здесь дальше терпеть я не вижу смысла. Хороший заход. И посмотри на лицо супер-Жи-Джея. Такое серьезно? Да ладно! И ошеломление стоп-дэка. И ошеломление под гоблином. Круто, круто, можно крутиться. Подготовка. Подготовка, ошеломление. Ошеление, сейчас еще можно распылить оружие, если что. Забрать две бомбы. Ну, ты, правда, гоблина подставляешь? Ну, вот будет это делать или нет. Нет, не хочется делать супер-Жи, но просто именно в дро лишней карты. А вот и комбо подъехало, только недостаточно маны. Да, и летало бы не было, поэтому толку от этого не особо много. Да, летало бы не было, но вот если ты заспамишь на стол четыре бомбы... Да, разбойницы просто вскрываются от этого доктора Бума. Вы можете увидеть доктора Бума и четыре бомбы, доктора Бума и шесть бомб. Минус гоблин. Еще и гоблина забирает. Вообще все шикарно сейчас. Буквально в шаге лои в кощ от победы. Если сейчас не находит под контроль никакой на Бума, то умирает следующим ходом супер-Жи-Джей. И тут... И это все-таки Мали Рога. Да, похоже на Синистр Тайк, что это таки Мали Рога. Удар, пыль, и теперь все зависит от бомб. Нет, бомбы прилетают в Азур-Дрейка, этого не хватает. Ну и что? Саплинги ставят слишком слабо. Да, ну а есть и другие варианты. Нашел под контроль через Азур-Дрейка. И шквау. Да, Азур-Дрейк, шквау, плюс потрошение на Бума. Хорошо для супер-Жи-Джея полетали бомбы. Могли влететь гораздо болезненнее. Могли влететь в лицо, например, по троечке, и была бы беда. Ну тут нету такого нереального везения для Лайф Коча. Ну что, наверное, Узи и Саплинги. Думаешь, прямо сейчас Узи уже отдавать? Их очень легко чистить. А у тебя еще Харрисон лежит в колоде, поэтому Узи тоже можно отдавать. Просто Узи разбивает оружие, и ты сейчас понимаешь, что это не та Рога, которая играет за счет оружия. Может быть, максимум не есть яд, но масло тут сомнительно, что имеется. Давайте смотреть. Не будет выставлять Узи, и Саплингов не будет выставлять. Веера боится. Или лагает. Или лагает, да. Или Лайф Коч просто. Нет, скип. Просто скип. Лайф Коч значит... Хочет оставить себе комбу на 16 единиц урона к 10-му ходу, но передает всю инициативу в руки супер-Жи-Джея, ничего не ставит. Как бы тут не нарваться, считая, что это Мали... А иннервейтов уже нет. Два иннервейта вышло. Печаль, беда. А оппонента хиллбота твой играет? Да. И тут для Лайф Коча я не думаю, что есть шанс комбэка уже. Думаешь, не всплывет? Думаю, нет. Если бы в теории хотя бы следующим ходом мог зайти иннервейт, это комба на 24, то есть двойная комба на 22 плюс Ливинг Рун, с которой еще плюс 2 дэмэджа, ну тогда окей. А если нет, то, соответственно, нет. Ну, не знаю, за счет чего тут может выигрывать Лайф Коч. Сейчас одна комба уходит на зачистку. Саплинги, вероятнее, все просто пойдут на стол или опять прибережет. Может быть, сейчас даже все отдаст лицо, чтобы иметь возможность убить следующий комбой потенциально. Оставляет 17, но 17 не хватит. А комба следующий, даже если приходит, нанесет 16 урона с Ливинг Рутс. Мне кажется, что надо было уже отдавать пинько в фуллицу. Ну, тут без разницы. Тут есть хиллбот, возвращается 25 и дни здоровья. Кстати, да, и вторая комба заходит, но это уже без вариантов. Ну, сейчас вторая комба уйдет на зачистку стола. Ну, и можно сдаваться, потому что смысла нет продолжать эту игру. Я думаю, что можно сделать то же самое, что делал Супер Джи Джей в предыдущей игре. Просто спокойно консиднуть и не тянуть кота за хвост. Ну, Супер Джи Джей на самом-то деле, хоть это выглядело в некоторой мере слабо, но это было оправдано, очевидно, чтобы не трепать себе нервы. Ну, все. Вторая комба уходит, твоего оппонента остается 19 здоровья. Ты ничего с ним не можешь сделать. У тебя ушло две пары пни, два рора. Ну, разве что Лайф сейчас хочет перебрать колоду своего оппонента и посмотреть, на чем он играет и что это такие за концепт-роги. Да, это Малерога все-таки. Тут нет пирата, нет манипулятора. Это классическая Малерога. Честно говоря, впервые на своей памяти вижу Малерогу на турнире. Ну, я думаю, что были еще несколько турниров, и редкие представители все-таки ее привозили. На небольших турнирчиках, на зотоках, на всяких страйхвейрах, она играет, а вот на полноценных, на больших ивентах, где играют топ-игроки. Вот, честно говоря, ни разу не видел Малерогу. Я помню отборы на Hearthstone World Championship вот не этого года, а этого года, 2015-й отборы Last Call, сетка последнего шанса, где, ну, еще комментировали тогда с Каспером, и там просто у человека был Мил Друид, Малерога и еще что-то. Мы просто были в восторге от этого парня, но, к сожалению, дальше он не прошел. И это был один из немногих таких случаев, которые я запомнила, где на реально серьезном мероприятии люди рисковали с такими колодами. Ну, и не стоит забывать эксперта по Малле-колодам и Мил-колодам Йога, которые также являются хорошим игроком на данных колодах. Ну и что? Поехала веселая комба. Вау, красота неописуемая. Да, это, конечно, очень крутые комбинации. Давайте понаблюдаем. 9 урона с заклинания за одну ману. Бум. Потом еще урон со шквала. 7. Да-да-да, да там же есть, там под Таунасом и Синестер Страйк, и под Маллигасом на девятку, там все. 3 овер. Ну, красивая игра от Супер Джей Джея. Забавно Малли-рога. Посмотрим, как Лайфкоч будет отыгрывать дальше. Потому что у Малли-роги есть определенные проблемы. Это вот как раз стартовая игра. Если друид сможет сейчас вытянуть крутой старт в первых 4-5 ходов, так чтобы прям распамять... То это будет 3-1. Да, то это будет однозначно игра за Лайфкочем. Ну и вот интересно, останется Супер Джей... А, Супер Джей не имеет права менять колоду по формату... Он победил. Да. Он вынужден остаться на этой колоде. По формату нашего турнира он должен играть дальше на Малли-роге. Ну, огромный плюс Малли-роги по сравнению со стандартной Ойл, именно Супер Джей Джеевской. Тут 2 хиллбота, и ты можешь играть более агрессивно. То есть ты можешь больше менять... Принимать лицом больше урона. Ты можешь спокойно принимать лицом, там, где нужно трейдиться, не опасаться комбы, потому что у тебя есть 2 подхила и существа. Очень важно это большое количество существ. Мне еще нравится очень финиш данной разбойницы. Через заклинания выглядит действительно очень красиво. К маслу мы уже привыкли, а вот такой вот финиш выглядит очень приятно. И если от стандартной Роги Друида могут спасти тот же Харрисон, может спасти Стенка, то от Малли-роги тебя не спасает. Ну, Латхип разве что. То есть, да, единственная карта, которая тебя спасает, вот, соглашусь, это Латхип, за исключением него тебя не спасает ничего. Это очень большое преимущество. Ну и Гоблин, который дровывает карты, когда тебя никто не трогает, и Рога может фри перебрать колоду. Это очень большое преимущество. Ну что, Крошер плюс Саплинги или Крошер без Саплингов? Ну, веер был отдан, так что, может быть, стоит ставить 1-1 два существа? Посмотрим, как сейчас играет Лайфкоч. Ну, счет 2-1. Лайфкочу нужно всего одну игру победить, и он в финале. Поэтому он достаточно долго думает над тем, что же делать, потому что выход в Гранд Финал со счетом 3-1 это круто. Давайте смотреть, как сейчас будет разыгрывать Лайфкоч. Ну, по сути, здесь весь вопрос стоит о Саплингах. Нужны они на столе, или это все-таки будут Ливенгрудс, которые потом сыграют в комбе на плюс 2 единицы урона. Я думаю, что со временем, посмотрев еще энное количество матчей с Лайфкочем, я смогу его закосплеить. Ну, езичок просто. Да, косплей Лайфкоч, это, конечно, да. Это четко было бы на самом деле. Да, косплей Лайфкоч, это прям то, что нужно. Ну, и тут классный ход через удар в спину. Да, удар в спину можно. Есть шуру, которого ты активируешь. Так что можно разбираться со столом. Мог, кстати, разбить с руки, если выпало более слабое существо, мог бы убить. Но все-таки решил не принимать 4 урона лицом, а разобрать с помощью шуру. Ну, а здесь озарение, которое, возможно... Да, да, будет сейчас вытаскивать лора на стол. Ну, и мне кажется, что в такой ситуации уже не стоит тормозить, отвлекаться на этого агента Ширу. Смысла-то особо у тебя сейчас нет в этом. Просто топить в лицо, учитывая, что у тебя на руках комбо. Расстрейдить ты его не можешь, а на следующий ход Таурисан, который удешевит тебе вот эту комбу. Слушай, пауки просто невероятно хороши. Вроде бы слабое существо, но вот эти огрызки 1-1 очень круто работают с ревом для друида. По-моему, пауканов у нас играли и в токен друидах как раз за счет вот этого хрипа. Да, конечно, да. Пауке это было вообще... Классно-классно. Да, и тут еще и... Верь, и потрошение, шикарно. Как же круто заходит. Огромный плюс разбойницы. Она реально очень вариативна. Спеллпауэр классно работает. Серии работают вееры с потрошениями. Смотрятся нереально шикарно. Было бы на 1 единицу маны больше. Можно было бы выставить Таурисана и Санервейта, поставить еще Кровшир и заставить себе Летал следующим ходом. Но, к сожалению, ты не можешь этого сделать. Тебе всего... Недостаточно одной маны. Да, всего 7-й кристалл. Что удешевляется. Рука, возможно, даже двойную комбу сможет найти. А вот тут вот с Таурисаном пока нет вариантов разобраться. Можно покрутить Гоблина, можно поставить Лазурку и достать еще что-то. Еще одно потрошение, например. Или удар в спину тоже зайдет в Таурисана. То есть был бы сейчас хотя бы активирован клинок, его можно было бы из-под препы распылить на 2 единицы и агентом тогда добивать. Ну, то есть под Азурдрейком. Но у тебя нету активированного соответственного клинка. И сейчас разбираться с Таурисаном. Нереально Таурисан, который простоит для друида 2 хода. Это мы уже видели. Примерно в такой же игре Консидну просто. Супер Джей Джей. Думает, думает. Ну, Азурдрейк. Есть ли тут еще хоть какой-то ход? Азурдрейк, например. Еще одно потрошение. Все-таки Гоблин, Преп. Рискует. В некоторой мере. И находит еще одно. Да, и находит еще одно. Еще одно закранилик, от которого нельзя сыграть. Просто нельзя сыграть. Ну, то есть... Просто нечего играть. Он потратил только что подготовку на то, чтобы взять одну карту. И эта одна карта была абсолютно бесполезной. Если бы это было ошеломление, это было бы круто. Удар в спину. Сгодился бы. Потрошение. Тоже неплохо. В результате просто подготовка, потраченная в воздух. Здесь, может быть, даже пыни будут отдаваться на зачистку? Или все-таки будет прожимать? Чистить нужно? Я думаю, что Лайфко сейчас находится далеко вне ренджи Камбы, потому что Малерога все-таки летали к девятому, к десятому ходу. Но, с другой стороны, ты не можешь проносить ему все в лицо, потому что там много захила. Это не классическая ойл-разбойница. О, вот это действительно любопытно. Из созарения, наверное, еще и Крошера. Сейвит, сейвит Таурисан, отдает все под сейв Таурисану. Еще и максимум урона выдает в лицо. Он мог обойтись всего лишь одними пнями на зачистку, но решил сыграть в дэмэдж. И Крошер на столе. Агрессивный ход от Лайфкоча. Не захотел он играть. Ну, то есть, там, можно было отдать только пеньки или просто Таурисана на один ход еще себе точно выиграть, но гарантированно сейвит стол. Ну, а тут провал. Разве что с дракона поднимать потрошение. Ничего не может сделать Супер Джей Джей. Просто хил. Хил активирует клинки. Все очень плохо. Безумно просто. Тут уже девятка на столе. Ну, нужны топдеки. Посмотрим, будет ли топдекать. Второй лазурный. А вот, кстати, два. А как они смотрятся, между прочим? Лазурный за 4, лазурный за 5. Ровно 9 маны. Да. И они тебе еще дадут две карты. Которую удешевит Таурисан. Да. Этот грязный Таурисан. Вот серьезно. Я помню, когда только-только ввели собственно эту карту, когда она начала играться, я вот... Это была та карта, на которую я дико рейджила, потому что она ломала все. Из-за вот этого дикого удешевления появилась тона новых комбинаций. Стало гораздо сложнее просчитывать своего оппонента. И периодически я горю на эту карту даже сейчас. Да даже если вспомнить друида раньше и сейчас, вот раньше, до выхода Таурисана, насколько редко можно было встретить двойную комбу. Тебе для этого нужно было... То есть только пеньки, рев, озарение рев, все, больше не было шансов. А теперь Таурисан... Сейчас вообще можно увидеть двое пней и дворева. Да-да-да-да. Два пней и дворева, двое... Две пары пней и рев. Изи. Не почувствовал. Комбан на 26. Лови пеньки-пеньки, озарение рев. Слушай, ну это хотя бы не атаковарно, тридцаточку. Если бы только на тридцаточку залетал. Мы сегодня на сорок с лишним. Да, на сорок семь там была комба. И вот, вот он, топ-дек летала. Отлично играет лайфкоч, агрессивно, жестко. И супер-Джей-Джей вместе с Мали Рогой прощаются с G2 Invitational. И в финале уже через каких-то там... Несколько минут. Да, несколько минут лайфкоч встретится с Зеталотом. Друид против Приста. Это будет очень интересненько. Так что у нас впереди действительно гранд-финал. Гранд-финал G2 Invitational. А сегодня второй день, последний день. Вчера мы посмотрели целых 8 BO5. Сегодня мы посмотрели 6 BO5. И осталась самая сладенькая. Это гранд-финал. Да, осталась прям вишенка на наш торт. И Зеталот, Прист, лайфкоч, Друид. Через 10 минут гранд-финал. Не разбегайтесь, дорогие друзья. Совсем скоро мы это все увидим.